всем утро доброе у нас сегодня утро утро солнечное было но теперь потянуло тучами коля он занялся косит траву полностью даже вчера уже на огород ходили не пройти не проехать вот видите здесь тоже вон косит постепенно туда пошел в ту сторону трава такая офигительная но сейчас соберем частично отвезем к оленой маме у нее еще гуси остались она просила типа что по гусям взять немного остальное ну что остальное просто сгребем жалко конечно такая трава классная вот вчера много там по огороду сделали сегодня еще прогнозирую мне еще здесь нужно всего обрезать то что это собирать семена ну что-то мне тучки эти не очень нравятся наверное все таки к нам дождик дойдет за эти дни обещали дожди ну что-то он к нам никак не доходил посмотрим сейчас я готовлю кушать на этот нам готовлю кушать и мама у коли что-то слегла у нее со спиной то татьяна и носила еду то мы сегодня наша очередь отнесем ей покушать там супчик картошечку протушу он будет нам счастье как говорится так что у меня такой бардак тут некоторые цветы вчера отсюда полка вырывала вот а некоторые нет косит косит в кустах где-то там николай батькович так пошла и дальше подготовить готовлю что вот сейчас морковка с лучком обжарится вместе тут с куриными ляшечками потом добавлю кабачок добавлю картошечку протушу это все и будет такое рагу может рис добавлю посмотрим а здесь рядом у меня уже бульон варится это для супчиков так ну что вас приготовила картошечку тушеную поставила чтоб удобнее было вот ведерко эти вот так вот накрою крышечкой и вот такой супчик получился тоже с курочкой вермишелем и наваристый тоже сейчас ведерко вернее одно на одно поставлю и будет удобно и коли отвести будет удобно и не разольется в машине вот так вот главное хорошо закрыть и это тоже хорошенько закрыть и ведерко и удобненько будет у нас сегодня на улице сколько у нас но сейчас не холодно сейчас у нас 18 градусов на утром был прям холодно блин так и вчера этих бедные цветочки тиши по подмерзали не поубирала сейчас поубираю по обрезаю все лишнее ведь то что вчера еще по подмерзала его все это по обрезаю и нужно будет другой горшок попересаживать вот здесь вчера же начала убираться и пошла на огород в общем побросала и пошла на огород ты в мешок собираешь а чё ты не мешок сколько напхаешь а что у нее три узкие осталось давно вчера капусту чистили ну бери тогда вот эту штуку да бери вот туда хорошо а все же не одессивый смешок почистили вчера капусту то что такая была не очень тоже очень более-менее в погреб положили тоже вчера и эти как спустили в погреб ой буречки буречки полностью спустили уже в погреб расфасовали так хорошо в ящички послаживала и этот и она и будет про воздух проходить и в общем хорошо да с покошенной травичкой это гораздо поприятнее правда ведь пахнет свежей травой такая уже трава была ого-го ого-го ой куля собирает там маминой маминым гусям сегодня мы покормим завтра может татьяна придет тоже покормит там уже несчастных три узкие осталось уже их надо блин цей той но не как же так что такие дела ты там богата не не то и много не надо сколько там надо тогда этот слышите трактора везде работает уже все спахивают потихонечку ну кто по освобождал огорода у многих же просто картошка росла у нас соседи тоже просто картошкой росла то у них уже огород и убран чистенький там тоже у соседки там где картошка росла уже все поубирала кабачки там где росли тоже поубирались осталось тебе несчастные 2 ну померзли померзли вчера ночью был походу нормальный мороз рукола у меня зато стоит ух красота неописуемая прям не рукола прям какое-то ух цветы и цветы надо пойти еще малину по обрезать и вчера пролили высокую грядку то что коля сделал чтоб она осела сегодня не замуж что ее еще раз пролить потому что конечно мне кажется она под доски потом этот земля пойдет а шо ж а там уже клубника посажены как мы потом будем туда добавлять земли под черную ткань ну посмотрим я хочу вот эти такие поделать грядки и в них клубники посадить и будет классно вам вообще видно что я там покажу вот такие вот потому что у меня одна была вот это они у меня тут раньше вот тут вот вот раньше вот здесь вот у меня были просто как буграми такие сделаны высокие грядки для клубники тоже было классно но рано или поздно но все равно рассыпается высыпается где-то черная ткань прорывается вот а в досках когда сделали вот то очень удобно и удобно и классно и он там вчера еще эти цветы что выкопали мне надо были синие там поприсаживали между кустарниками там не оксана давала ежевику мы посадили на скажу в тенечке лучше растет и под возле сливы у нас там хороший в принципе тенечек и лещину давала вот там тоже посадили потому что у нас там в принципе кустарники растут и между ними синие эти цветы потыкали потому что когда пацаны заливали фундамент лишнее было и он кинул его там и оно было так по моему будет дождь да нет будет нет короче вот такие вот дела у нас о шо ты скоростная кошка скоростная кошка ты все мне рассказываешь и тебе сейчас надо насыпать да вкусненького звезда моя звезда экрана красота неописуемая в общем как то так у нас тут убирала кинула побежала туда потому что там надо было потом туда потом сюда и везде надо постепенно ношу она знаете как как осенью все везде надо и там успеть и здесь успеть а взял ведерко а там на столе стоит я с под низу кашу картошку поставила ну рогут это вот с кабачком а сверху суп ты аккуратно и вытянешь ведерко заберешь бы мне ведерко надо для капусты а этот а те платки потом заберем хорошо 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 при хорошем и тут же надо вот эти цветы же воприсы Да? Город. Ну, поехали. Шо, и ты мяу. Шо вы мне все мяу. Шо вы мне все мяу. Шо вы мне все мяу. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Красота. Мне нравится, как это вот цветет. Розы, конечно, в этом году такие лысенькие. Не очень. Но это же мы их попересаживали. Уже было поздно для их пересадки. Но уже пересадили. Они пока силы, знаете, наберут. Тем более, я говорю, вот сейчас уже и холодно ночью, и все. Они вон, смотрите, как цветут. Классно. Вот такие красивые. И новые бутоны. Там он оранжевый, или даже не оранжевый, а какой-то красивенький такой. Розовый. Желтый он там. И здесь вот, смотрите, какая красота. Красотища, красота. Это при том, что на улице холодно. По ночам. Вон он. Нежность, да? Осенью она такая красивая. Обалденная. Прям очень красивая. И вот, болтенькая. Коля, песни спевай. Забрал ведро? Хорошо. Только ведерко заберешь, хорошо, Зарь. Треха, давай, чтоб Трешка вышла под машиной. А где она? А в машине. Вот, зараза. Зараза, чтобы прибежали, тебя заводим. Да, вон она. Вон она, аж на дерево побежала. Видно? Такая, вууу. Рассекает. Хорошая наступительность. Она выбежала еще раньше. Побежала туда, вкручила. Зайка едет. Так, что, ребята, едем в город. Надо в город съездить. Поэтому мы едем с Николаем. Ух, прохладно стало на улице. Все, маме отвезли все. Ветер поднялся. Дождь, надеюсь, не будет. В Келинессе будет дождь. У меня тут халат сохнет вообще. Посмотрите, халат. Сниму хоть халат, блин. Вдруг будет по натуре дождь. Она, конечно, не досох еще. Но все равно. Вообще, занесу в дом его. Там повешаю. Будет обидно. Стирала-стирала и шо? И шо? И ничего. Так, что нам надо? Мы поедем в город. Нам нужно по делам там заехать. И плюс нам еще нужно заехать в магазин кое-что купить. Вот. И плюс еще на металлобазу нужно заехать. Там тоже кое-что купить. На металлобазе. Вот. Ну, вернее, по крайней мере, заказать. Вот. Потихонечку выздоравливаю. Очень медленно. Но, надеюсь, уверенно. Покраситься до сих пор не могу, как вы видите. Вот. А Коля что, сел такой деловой, да? Вот. Даже хоть с этими цветами засняться надо. Хотя бы вот так. На фоне цветов. Так вот пришло. Время даже не пофоткалось. Ничего, ни с какими цветами. О, тут у нас музыка. Вообще, если что будет интересное в городе, покажу обязательно. А так пока месте. А так. Баню. Ага. Красиво баню вообще. Да, так оно стоит дорого. И оно металлическое, а сделано как дерево. Вообще, мы на металлобазу заехали. Такой крылом огромный стоит. Дальше едем по делам. Дальше, да? Да, да. Да, да. Заказали ветрови. Дня три будут готовиться. Забеши. Адам сегодня четверг. То это сегодня-завтра у нас. Ну, на вторник где-то. Не, ну на вторник. А может и понедельник будет. Тебе посериться срочно надо было со шесть таки вот. Шесть таки вот. Петрику Пьяточкину. Дайте варенет. Это уже с другого мультика. Все, в городе, в принципе, ничего и не снимала. Потому что этот... Там началась сирена. Сейчас как раз приехали домой и начался отбой. Вот. И мы быстро-быстро-быстро, короче, все купили. Что, в Walmart в основном заехали. Нам надо было в Walmart купить мясо-то, тихляшек куриных каких-нибудь. туалетную бумагу купили, потому что обнаружилось, и у нас, оказывается, заканчивается. Мы обычно этих этими набираем. Прям пакетами большими. Ну, как берем упаковками. И она себе стоит. И как-то так стояла-стояла, было-было. И нет. Вот. Да и все, в принципе. Куда мы еще заехали? Ну, в Аврору заехали. Взяли этих пакетиков маленьких. Тоже заканчивается. И в аптеку заехали. Мама просила уколы купить, потому что спазмолгон там. Типа, я говорю, что для спины вроде что-то другое надо. Нет, спазмолгон. Ну, спазмолгон-то, спазмолгон. А то сейчас Коля побежал, он понес с маме эти уколы. Все, сейчас едем домой. Вот. И у меня было в планах, конечно, поедать. Здравствуйте, Муха. Где-то мы ее подцепили. Вот. В планах было сгонять на этот, на огород, чуть-чуть укропа нарвать. Не знаю. И сделать себе на этот. Ну, у меня там два кабачка лежит еще таких хороших. Помодорчики, перчик и немножко зелени. И сделать как заготовку для этого. Для рагу. Очень классная рагу получается. Заморозить. Пускай будет. Гля, мы где муху с тобой подцепили? Привезли домой муху. Да залетела же, наверное, вон, с щелочкой у тебя. Да, уже залетела. Так что так. Все, мы уже у нас на районе. Едем домой. Что сейчас дома будем делать? Вот такой вот у нас. Или не будем. Или не будем. Вот такой вот у нас замечательный день. Покатались. Посмотрели, как люди живут. Да, поехали. Не обычная дорога, а по дворам поехали. Ну, как по другой дороге поехали. Поговорю, поехали хоть по другой дороге. Хоть посмотрим, что у людей возле дворов сейчас же осенние цветы красивые. Позаглядаем, что хоть у кого. Да поехали по другой дороге. Вот такой вот. Все. Домой. Едем сюда. Да? Ой. Ой, привезли шлакоблок. Огромную машину. Не видно вам. Загнали все во двор. Главное, чтобы на нашу машину ничего не может дальше Коля отогнать. Копается. Это копается. Вот она, видите, стоит. Как ее разгрыжать? Вообще непонятно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, да. Что, ребятки, всем привет. Разгрузил их, хлопчики. Газоблок. Вот. Какой газоблок? Шлакоблок. Ой. Какой газоблок? Шлакоблок. Вот, ребятки, что, поехали, сдали бутылки. Купыл и шлакоблок. Кто так умеет пить, как мы умеем пить, да? Да, это ответ тем людям, которые пишут, блин. Да, хайпы хотя пышутся, понимаешь. Ой, да, ребятки. Ну что, это половина. Блин, это половина. Это только половина, это тут 700. Ой, 700. Так что я все, 700 до 700. Сегодня день. 350 штук. Сегодня день такой, 700, короче, называется. Нам нужно просто 700, а завезли 350. Блин, и реально и поставить-то особо некуда. Надо этот вырабатывать. Да, поэтому надо вырабатывать этот, чтобы не затарить весь двор этим боком. Не, он при... Когда едет, поняла? Когда едет, он может поломаться. Молодец, и что-то он столько поломался. 10 сверху положили. А, да? Да, да. Тут 360. Ну, а разбилось вон, в принципе, только 6 штук. Ну, молодцы, молодцы. Так что так. Ну, вроде неплохой, я не знаю. Вроде неплохой, крепкий. Вот, да, уголки, конечно, трошечки, некоторые обсыпаются, но в основном он крепкий. Вот, нормально все. Ну, это ж наш городской, да? Да, да, это наш местный городской производитель. Вот. Ветер, ветер. Что, потихоньку? Он еще и даже влажный, да? Нет, дождь намочил. А, не свежий. Вот. Что, ребятки, начнем потихоньку, потихоньку. Нагружать сильно нельзя, то есть за день нельзя взять и лупануть стену, как вы понимаете. Потому что фундаменту нужен месяц нормальный, чтобы он выстоялся. А так как у нас нету месяца ждать, поэтому будем потихоньку надавать нагрузку. Проложим ряд за день. Один, потом на следующий день второй. И так постепенно будем его нагружать. Вот. Это Джессика вот решила тоже погулять. Да, Джессика? Дверьте куда-то пойти спустить с той стороны. У вас там дверь закрыла, чтобы двором-то не вышло. Ааа. А они выбежали с этой стороны, сзади оно ело. Ха-ха-ха, да. Они вышли с другой стороны. Ха-ха-ха. Все, ребятки, теперь тоже непростое, непростое дело. Надо, блин, это все дело класть. Мешать? Класть, что? Столкновение собак. Столкновение собак. И готов. Ой, да, сегодня, правда, праздник, поэтому сегодня работать мы не будем. Вот. Заодно и фундамент еще денек постоит. Да, мы будем сегодня есть. И сегодня мы будем отдыхать. Да. Как там, чего там день какой? Покрова. Покрова. Поэтому всех поздравляем. Всех с праздничком. Да. Хай, у всех будет все доброе. Счастья, здоровья, мэра. Да. Вот. Я говорю, так. Боже, тебе надо. Хотели сегодня поехать, привести себя в порядок, но что-то нифига. Ты посмотри, как ты посидел. Да? Капается. Вообще все. Может, только пыль? Нет, это просто седые волосы, их море. Николай очень сильно посидел. Капец. Еще больше. Ты посмотри, у тебя борода вся седая. Борода белая, да. В сложное время живем. Девушкин кот. Да. Вон, смотри, у Хавшона там. По-моему, стрекозула едет. А, понятно. Вот только что прорчало. А, не хочу сказать, господи. Я говорю, мне, я не знаю, мне уже надо и украинский для украинцев переводить, или что, я уже понять не могу. А что, не понимаете? Не разумеют? Не разумеют. Я объяснила, первую причину назвала, почему я снимаю видео на русском языке. И мне начинается. А что ж такое, одно видео засняла, типа на украинском, все остальное опять на русском. Ребята, не только ж нас, мы ж дивитесь, не только россияны нас дивлятся. Вот. Дивлятся о нас люди. Дивлятся? Дивлятся о нас люди из других стран. То есть, из Германии, которые не россиянки, да, которые знают просто еще с Советского Союза там, знают язык. Которые поразъезжались уже давно с Россией и давно с Россией никаких отношений не имеют. А наши тоже, украинцы наши, которые переехали в другие страны. А Казахстан, извините меня, что они должны понимать на украинском языке? Да, то есть, многие знают русский язык. И мы только из-за того, чтобы они тоже нас понимали и тоже нас могли смотреть. Пока они выучат, может быть, они будут тоже учить там украинский язык в дальнейшем. Не, ну, Коль, извините меня, они себе разговаривают в нормальной жизни на том языке, на котором они, где они живут. Да, где они живут. Да, немецкий, там английский, я не знаю, польский, все остальное. Но понимают, ой, это так повелось еще с... Да, не ходи задом, ходи передом. Повелось так еще с Советского Союза, что все учили, все были обязаны учить этот русский язык. И вот, пожалуйста, даже те же, как они называются, Казахстан и тот же, пожалуйста, этот, кто Молдавия, да? Вот, они знают русский язык, многие знают его. По крайней мере, нашего возраста люди, в принципе, так и смотрят нашего возраста и старшего возраста люди. Они знают русский язык. И я сейчас перейду полностью на украинский для того, чтобы что? Чтоб что? Чтоб что. Это уже будет и неуважение к этим людям, которые со на столько лет. Это во-первых. А во-вторых, мы тоже не можем сейчас быстро взять и перейти. Понимаете? Мы... У нас суржик. У нас суржик. У нас суржик. Это раз. Во-вторых, я не могу понять. Дело не в языке, а дело в внутреннем состоянии души. Своими видео я, вернее, все видят мою позицию и все знают мою позицию. И то есть, понимаете... О, матрешка, к тебе... Какая машина взяла. Да, язык тут никак не влияет на нашу позицию. Конечно. На наш взгляд этой вот... Войны, да. Войны. То есть, и мои видео, типа... Ой, одноразовое гневное видео. Это не одноразовое гневное видео. Это я высказала свою... Очередной раз высказала свою позицию для того, чтобы всех, кто там ко мне поподписывался в надежде на то, что я буду прятать голову в песок, смогли смело от меня подписываться и не теплить надеждой на то, что как-то... Отдави его, отдави его. Я ему на хвост наступила, да? Бедный, ешка. Скажи, у меня и так хвоста нет, а еще и умудрилась... Не ходи, блин, и задом. Я на тебя наступила, извини, пожалуйста. Скажи, у меня такой маленький хвостик, и то... Смотрите, как он реагирует на этот, на самолет. Очень сильно. Они боятся. И коты боятся, и эти... И когда начинается сирена, тоже боятся. Ой, да, в такое время живем. Что ты сделаешь? Вот, так что давайте мне... Подумай, да, что, блин, у нас будет... Будем говорить не надо. А помнишь военное время, да? А после войны? Я вообще, я же говорю, я переосмыслила так все слова, которые мы говорили. Да, вот эти выражения. Нема, нема, и танки едут. Или там придет война, попросишь хлеба. Боже, я думаю, господи. Это ж, понимаешь, у нас это было как, ну, выражения какие-то. К чему, шо? А сейчас это все так... Такое сознание дурацкое какое-то, непонятное. И ты себя чувствуешь... Я тоже еще сколько раз говорила, в знаковое время живем. Когда была еда по талонам, ни хера в магазинах не было, мы застали. Потом резко появились то мобильники, туда-сюда, вот это все пошло-пошло, поехало и все остальное. Мы застали все эпохи, получается, вот эти все ступени. И даже добрались до этой... Я вообще в шоке, я же говорю, когда дедушка, бабушка рассказывали про военные времена. Но оно как-то так и не верилось, да, что ли. Что такое может быть, ну, хотя, то есть, в принципе... Про голодовку, блин. Да, 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 да. Это все так было как-то далеко, да, это было как-то по... Какая-то сказка. Да, история какая-то. А теперь ты просто на это все смотришь и думаешь, как бздец. Тупо, извините меня, уже 21 век и такое. И это просто, понимаете, это... Это не знаю я. У меня просто не хватает слов. И от этого вообще совсем все плохо в голове. Так что такие пироги. А я же говорю, свой канал я буду как вела, так и буду вести так, как мне это хочется. И так как я это вижу, а не так, как видит кто-то другой. Поэтому я же говорю, что не надо мне там пытаться рассказать, как мне вести канал и что мне показывать. Ой, не показывайте там свои развалины. Ой, вечно показывают свой мусор. Вот если он у меня вот здесь есть, значит, у меня есть. Кстати, надо листья погребсти. Коля перекосил вот это все, слава богу. Даже кабачок перекосил тыковку. Ой, блин. Вот. Если у меня так оно есть, так, значит, я и буду показывать. Как хочу, так и показываю. Это мой канал. Заведите свой и показывайте на своем, что хотите. Хотите, красоту только снимайте. Хотите, наоборот, только бардак снимайте. А у меня моя жизнь. Я ее хочу запомнить именно такой, как она у меня есть на самом деле. Вот, которая она сейчас у меня есть. Я же говорю, я в первую очередь видео снимаю для себя и для своих, ну, не знаю, внуков, что ли. Может быть, дай бог, чтобы был этот YouTube, дай бог, чтобы эти видео сохранились. Вот. И дай бог, что еще меня такой, как я есть, увидят наши внуки. Так что так, вот такую, вот такую бабушку, как я есть. Кто-то считает меня нормальной, кто-то считает, наоборот, меня ненормальной. И мне, знаете, как это шуихало, шу впало, как говорится. В первую очередь это все должно для меня быть нормально и не расходиться с моим, наверное, внутренним миром. Боже, пара спадались. Мне так жалко, в прошлом году они такие красивые стали, желтые они кустиками стали. И ужас. И красные тут жалко, что распался. Вот здесь, видите, кустиком стоит. Мне кажется, я их, наверное, не сильно глубоко посадила, что ли. Почему они вот так вот? И вот, смотрите, тоже. Ну, это я веточки садила. Это, получается, у меня там веточку, там веточку посадила от того большого куста. У меня есть там большой куст. Сейчас тут уже, конечно, да прибираться надо. Но сегодня ж ничего делать нельзя. Вот. Вы посмотрите, как сожрали мне хост и доедают просто. Просто доедают. Это ж вообще кошмар какой-то. Зараза такие. И вон, видите, вот был большой куст, он такой огромный был. Мы от него тогда отщипывали и туда-туда посадила. Вот. Взял, развалился. Хоть это и невысокий, считайте, куст. Это невысокий. Его нужно будет в следующем году, я не знаю, может углубить, может земли сюда побольше. О! Ля! А там мне кто-то уже вон, пожалуйста. Нары у меня. Ям тут. Коты уже. Засранцы. Все вот это пообрезать уже, конечно, надо. Хосты бедные, я же говорю. Пообрабатывать их, что ли, еще раз. Только уже осень, зачем? Ох, свежо дышится. Свежо, хорошо. Свежо и хорошо. Бардаки. Эти все уже надо пообрезать. Уже вот эту штуку надо. Мне сказали, вы можете их обрезать наполовину. И уже когда будет там первая заморозки, их тогда выкапывать. Но у нас уже были небольшие заморозки. Выкапывать их, чини, выкапывать. Типа, как просушить, как цебульку. Ну, как там чеснок мы сушим. Или как лук сушим. И этот самый. И потом их на хранение положить. Короче. Короче. Сегодня не буду об этом ни о чем думать. Сегодня у нас выходной. Сегодня мы ничего делать не будем. Потому что, если честно, я же говорю, вчера мы с Николаем сидели уже вечером. Я говорю, посмотрела на него, говорю, ты так осунулся. Прямо сижу, смотрю, у него прям какие-то эти в щеках впадины. Он говорит, да ты тоже не лучше выглядишь. Поэтому мы все раз с ним. Говорю, так, все, завтра. Говорю, звони, поедем. Пострижемся, покрасишь меня туда-сюда. И все. И ничего не получалось. Потому что утром проснулись, и оказывается праздник. Хорошо, что узнали, что праздник сегодня. Ничего, значит, на завтра перенесем. Нам сегодня шлакоблок привезли. Все, Коля там что-то в машине крутится. Такое. А я пойду сейчас приготовлю кушать. Потому что маме Колиной надо приготовить. Там Татьяна пошла к ней, помогает там поприбираться. А с меня ужин для мамы. Поэтому вот такое получается. Так, что это такое? Что это у меня тут все раскидано? Что-то забрать домой надо. Так что так. Не, у нас есть борщ приготовила вчера. Это, но мама борщ Коля на ней ест. А ведь легенький какой-то овощной супчик. Пойду я сейчас заварганю быстро какой-то супчик. Вот. И будет нам счастье. Вот здесь, смотрите, что. Тоже так жалко мне этот, блин, куст. Вы посмотрите. Такое впечатление, что внутрь кто-то прыгнул. Такой он красивый. Большой разросся. Ну, придется его переполовинить и рассадить. В следующем году буду подвязывать их. Или глубже садить, или подвязывать, даже не знаю. Короче, вот так вот. Все пораспадалось. Ну, у нас ветра сильные были. Вот у нас, когда начались вот эти сильные ветра, что мне поломали цини, тогда переломали. Вот тогда у нас и эти кусты поразваливались все. И тот, и, ну, короче, все. Возможно, из-за этого. Так, все. Ребята, пошла-ка я чего-нибудь готовить. Чего-нибудь делать. И будем завтракать с вами садиться, потому что тоже не завтракали. Эти все уборка вот этого всего переносится на завтрак. Вот такой вот у нас незатейливый завтрак. Вот сало вкусное, вкусное, лучок. Ой, тут у нас свет ухудшился. Да, ребят. Экономим свет называется. Вот такая маленькая телелампочка. У нас была большая, длинная. Но она... Сгорела. Да, наверное, от перепада напряжения, от всего остального сгорела. Короче, экономим свет. Да? Да. А что, нормально. А вечером очень даже романтично. Да, да. Для съемки, может, и темновато, а так нормально. В общем, что, борщик, хлебушка, майонез, сало и этот, и как его, и лук, в принципе, как я говорила. И сегодня я хотела, кстати, всех, то, что мы с праздником поздравили, понятно, этот, господи, мозги плохо соображают. Я сегодня полночи не спала у нас из-за этой сирены. Что-то я проснулась, и все, я не могла заснуть. Обычно нормально сплю, это на тебе. День захистника. А, точно, блин, еще что-то, двойной сегодня праздник. Да, двойной праздник. И церковный, и народный. Да, и у нас, получается, всем, всем, всем нашим мальчикам, нашим защитникам, нашим хлопчикам, нашим роднюсеньким. Всем желаем здоровья, всем желаем крепкой внутренней силы, и вообще, и духовной, и моральной, и физической силы желаем. И победы, естественно. Да, победы, и всем мамочкам, женам, дочкам желаем тоже морального духа, хорошего, бабушкам тоже, которые ждут своих хлопцев домой. Вот, морального духа, и мы идем до перемоги. Перемоги, все будет хорошо, все будут живы, обязательно. Победы за нами, в любом случае. В общем-то, всех-всех-всех поздравляем с этим праздником. Да. Вот, вот так вот. Так совпало и покрова, да, и такой праздник. Так что, в общем, так. Ох, вот, хотела что еще сказать, да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует...